Продолжение следует... Можешь написать в чат или же где-то еще. Я все хорошо слышала. Все, отлично, давайте тогда начнем. Сейчас я включу видео, свою мордаху. Давайте начнем нашу сегодняшнюю лекцию от меня. Я буду, по возможности, объяснять рассказ и даже немножко покажу презентацию, которую я, правда, запиливал спешно в перерывах между работой, но, думаю, это не столь принципиально важно. Так что давайте начнем сейчас буквально пару секунд. Давайте я сделаю вот так и вот так, и вот так. Так, демонстрация. Ага, я не могу демонстрировать экран, к сожалению. Но, если что, давайте как сделаем. Если что, я потом просто выложу, немного расскажу о себе, а потом презентация, если хотите там. В принципе, все, о чем я говорил, будет с этой презентацией, так что это, по сути, такая выжимка. Я немного расскажу о себе. Голос таким... Ну, возможно, возможно. Мне мой голос всегда кажется очень скрипучим, так что я плюс-минус догадываюсь, как люди слышат его. Меня зовут Руслан Конурбаев. Мне 27 лет, да, я очень-очень стар. Я человек, который учился на... Почему-то зачем-то, по непонятной причине. Об этом тоже можно поговорить на инженерии, в Назарбаевском университете, на электрической и электронной. Я занимался телекоммуникациями очень долгое время, поэтому я немного понимаю, почему вышки 5G не вызывают у людей коронавирус. И часто используют обстоятельства для того, чтобы развеивать мифы, которые присылает вся моя родня мне в WhatsApp. Еще я закончил магистратуру. Это был не самый лучший опыт, об этом мы тоже можем поговорить на Зарбаевском университете. И потом я решил, что мне недостаточно, я хочу что-то еще. И я начал работать. Точнее, я попадал на программу магистратуры Сколковского института наук и технологии. Я его буду называть Сколтех. И там я как раз, наверное, получил один из самых интересных, необычных опытов, который я когда-либо хотел. Тема нашей лекции звучит как «Космос, стартапы и важность Data Science». И это, в принципе, вот эти вот 4-5 слов, считая «и». Это то, о чем, собственно, все и было, мое пребывание в Сколтехе. То, чего я учил, то, ради чего я, наверное, туда и ехал. Давайте начнем, наверное, с космоса. Космос. Почему именно космос? Дело в том, что я поступил в Сколтех по одной из причин. Потому что я хотел, чтобы у меня в жизни было что-то связанное с космосом. Всю свою сознательную жизнь, сколько я себя помню. 12 апреля в Павлодарском дворце школьников всегда проводились какие-то викторийные игры. Я их всегда выигрывал, мне было интересно. Я не могу сказать, чтобы я прям сильно хотел стать космонавтом. Нет, мне было просто интересно. Я был таким, не знаю, задротом, нердом, которому нравилась научная фантастика, которому нравился Хайнлайн. К сожалению, я уже сейчас, наверное, не помню ничего, кроме, наверное, десанта, Хайнлайна. Очень нравился Брэдбери. И поэтому хотелось так или иначе прикоснуться к чему-то такому. Ну и, наверное, руководство с этим, опять же, руководство своим не самым удачным опытом магистратуры в Назарбаев университете. Я не могу сказать, что было совсем плохо, но я понял, что именно вот фундаментальная чистая наука, типа телекоммуникации, прям вот такая голая статистика, очень много абстракций. Это очень не по мне. Мне очень не нравилось. И поэтому я решил, что, ну, надо идти туда, куда ты хочешь, давай пойдем в космос. И сразу скажу, что космос совершенно не такой, вот эта вот сфера, опять же, я в ней был не так много, она совершенно не такая, как люди себе представляют. Но давайте обо всем по порядку. Собственно, раньше чего вообще идти в космос? Извиняюсь, очень много перебиваю, но я вам дала коорганизатору, вы можете шерить экран, показывать презентацию. О, есть, наконец-то. Все, теперь мы можем шерить экран. Все, ребят, вы зря это сделали. Ладно. Так, давайте попробую сейчас. Сейчас, я не знаю, видите ли вы сейчас. Так, собственно, шер 5. Так, ладно, хорошо, вот этот заголовок, это как я дошел до жизни такой. Собственно, вот весь мой путь. Ну, опять же, чем я занимался, кроме того, что ходил на пары, дебаты, интеллектуальные, не очень игры. Я очень люблю компьютерные игры, я дико угораю по всяким стратегиям, по шутерам. Это тоже относится к чей. Научная деятельность, да, я писал статьи, писал всевозможные аналитические статьи, занимался такой околожурналистической работой в свое время, анонимно, потому что мне... Это очень такое, на самом деле, дело, в том плане, что мне очень не нравилось качество моего материала. Мне до сих пор не нравится, что я пишу, так что ничего не поменялось. Стендовый моделизм. Я клею танчики на досуги, в основном танчики, но иногда и всякие другие модельки. Подкасты. Тут, правда, есть одно большое но, что пока я именно свои подкасты немного подзабросил, я увлекал себя своей математикой и увлекаюсь до сих пор. Но я думаю, я их оживлю, реанимирую в течение определенного времени, так что к этому и вернемся. Ну и да, вы меня могли услышать, например, у ребят звонок другу, развлекательный подкаст, ни капельки не реклама. Они мне, к сожалению, не платят, потому что они, как я, бесеребренники, так что ничего особенного. Ну и, собственно, вот о чем будем говорить, выделено красным кружком. Это Сколково системное, господи, космический инженерный спейсинг инженерных систем. Космический инженерный систем. Все, о чем я рассказал. И, собственно, давайте, да, вот опять же, немного я забежал вперед. Давайте расскажем, что такое вообще Скалтех, как так получилось. Скалтех был основан в 2011 году, при, конечно же, господине Медведеве. Считается, что вообще Сколково и Скалтех — это детище Дмитрия Анатольевича Медведева. Так что, при всем моем спорном отношении к этой персоналии, я благодарен ему хотя бы за то, что Скалтех существует. Он находится, очевидно, в инновационном центре Сколково. И на своих первых порах он пользовался очень большой поддержкой MIT. Насколько я помню, ректором MIT был Эдвард Кроули. Это человек, который создал, насколько я помню, он профессор аэрокосмонартики. И он был ректором Скалтеха, и он очень сильно сделал много для того, чтобы в Скалтехе был и развивался космический центр, в котором я, соответственно, учился и работал. Там нет бакалавриата. Это исключительно не только магистратура. Там нет гуманитарных направлений. Там, по-моему, 9 направлений, и все они так иначе околотехнические. То есть это биоинформатика, слэш-минология, дата-сайенс. Дата-сайенс мы тоже какими поговорим, если хотите. И там отличный пример, что нельзя увидеть в ВНУ, это интернациональная комьюнити. Причем оно немножко странное в том плане, что там не так много профессоров иностранцев, там очень много репатриантов, то есть это граждане России, которые отучились и вернулись назад преподавать. Но очень большое количество студентов интернациональных. То есть очень много африканцев, очень много выходцев из Латинской Америки. Есть европейцы, достаточно большое количество. Это достаточно странно, казалось бы. Но у Скалтехо есть свои преимущества, мы тоже можем как-нибудь поговорить. Так что здесь, опять же, о различиях Скалтехо, например, и среднестатического университета, или даже, например, того же какого-нибудь, того самого моего любимого, ну, можем, если хотите, потом поделиться и поговорить. Но это достаточно своеобразный университет, который больше ориентирован не на академические какие-то вещи, хотя там очень серьезная академическая деятельность. Они постоянно выпускают огромное количество пейперов. У них одни из лучших показателей в России. По-моему, лучших показателей в России, потому что они выпускают именно по индексу Хирша среди ученых, по тому, в каких журналах они публикуются, в каких конференциях они посылаются бумаги. С этим у них все хорошо. Но все-таки это не чисто академический университет. То есть есть все-таки вот эта вот инновационная составляющая, которая для них очень важна. И она, насколько я понимаю, сделана не вот именно, вот, россияне такие, все, мы хотим инновации, Сколково, там, не знаю, нанотехнологии. Нет, это было изначально заложено в его проекте. И, насколько я помню, так или иначе на это упирал сам Кроули. Тот человек, который был выходцем из MIT, профессором MIT, который создавал всю эту идею. И, собственно, почему я решил поехать, вот, это более-менее объясняет, фумирует. Это был новый опыт, мне хотелось пробовать чего-то еще. Мне очень не нравилась магистратура, ну, но это, опять же, это не проблема магистратуры. Ну, хотя есть, конечно, организационные вопросы, которые мне не нравились. Это больше мое вот понимание, что я пошел немножко не туда. То, что я с детства мечтал о космосе, я вам это рассказывал, 12 апреля, то есть школьник в Павадаре, я не хожу на викторийный, не радуюсь, выиграю. Мне захотелось посылать на Москву. Да, справедливо, все ради, почему бы нет, пожить в огромном муравейнике, название «Москва», посмотреть, как там плохо или хорошо. Об этом, кстати, мы тоже можем поговорить, насколько плохо или хорошо в Москве. И я хотел выйти из пузыря. То есть, вот, долгое время, живя в комьюнити, зарабатывая фунтет, ты живешь вот в таком вот леволиберальном, таком пронизанном академичностью пузыре. И я вышел, конечно, из одного пузыря в другой пузырь, но все же, побывав в двух пузырях, точнее, побывать в двух пузырях, это лучше, чем прожить большую часть времени во дно. Так что здесь, мне кажется, это так иначе обогатило меня, как человека, как, возможно, специалиста, поэтому мы еще так сделали. Ну, и теперь давайте начнем с первого. Космос. То есть, мы более или менее объясним. Космос. И вот, опять же, главный вопрос, который стоит перед каждым человеком и человечеством. Да перед человечеством вопросом, зачем космос очень звучит странно. И на него, по сути, отвечает это первое выражение на украинском, моем родном, на английском языке. Что было? Потому что было. Пока, если говорить вот в общем таких приближенных чертах, у космоса не очень много практических применений. Они есть, об этом и поговорим. Но именно вот в какой-то краткосрочной перспективе, условно говоря, говорить о колонизации планет пока тяжело. Да, есть условный Илон Наск, который пытается там все грезить, там, колонизации планет, но он только-только-только пытается разворачивать свои планы. Нужно огромное количество денег, специалистов. Ну, кстати, недавно, буквально вчера читал новость о том, что компания Илона Маска, которая занимается, по-моему, такая называется Starlink Company Incorporated, не помню, как кто они, они как раз занимаются, начали продавать модули для связи со Starlink, чтобы получить доступ в интернет. Это, ну, это первый шажок. Там впереди огромная-огромная дорога, и они сделали только первый шаг в этом направлении. Ну, а давайте поговорим с точки зрения простого человека. То есть, зачем вообще нужен простому человеку космос? Почему? Зачем идти в космос? Зачем вообще заниматься этим? Ну, первый, конечно, просто шоп-було, и мы об этом тоже поговорим. Это, во-вторых, это опыт. И причем это очень интересный опыт, очень важный опыт, очень необычный. И третий, как ни странно, это деньги. Об этом сейчас мы всем поговорим. Итак, шоп-було, ну, потому что так надо. Здесь очень много фотографий советского периода, здесь улыбающийся Юрий Гагарин со своей, незабываемой просто вот этой вот белоснежной улыбкой, оптимиста, старт АР-7, одной из лучших ракет, ну, насколько я помню, это АР-7, или, кстати, возможно, одна из старейших ракет, по-моему, нет, десятка, десятка была, так осталось экспертами, но неважно, это старт со стола в Байконуре, и плакаты, конечно, советские о космосе. Так или иначе, хотим мы этого или нет, мы все еще остаемся вот в этом пропагандистском виянии, вот этом вот окружении того, что космос, идея прогресса, культ прогресса, развитие человечества, вот этот вот наш доморощенный советский трансгуманизм, назовем его так, он все еще живет очень сильно в культурной среде, он живет во всевозможных анекдотах, он живет, например, в музыке, из целого направления Soviet Wave, он живет в воспрятии Советского Союза, как вот место, где развивалась наука. Опять же скажу, что это далеко не всегда так, далеко не всегда Советский Союз достигал каких-то определенных высот, потому что он был таким, поверьте, особенно когда люди, которые поработали вот в этой сфере, а их очень было много среди тех людей, к которым я учился, они испытывают определенные сомнения, потому что, например, вот одна из больших бед космической индустрии в России, в частности, это то, что она, по сути, так и осталась советской. Она осталась крайне забюрократизованной, очень неэффективной, ориентированной на достижение каких-то непонятных показателей, чем на результат. Очень много старых специалистов, старые загалки, которые не хотят меняться. И, честно говоря, я не знаю, что ждет Россию в дальнейшем. Потому что пока особенных тенденций к изменению нет. Об этом, если хотите, мы тоже можем поговорить. Это тоже отдельно интересная тема. Я так иначе соприкасался и работал с людьми, и даже работал над проектами, которые были там, в частности, с предметом интереса Роскосмоса. Там, поверьте, там все достаточно грустно. И об этом еще надо тоже поговорить. Но если мы говорим про опыт, и вот тут фотографии, которые я сделал с одного из своих любимых курсов. У нас был курс, который назывался, по-моему, если я не ошибаюсь, у нас было два офигенных курса, один из них был системс инжинирником. Я могу ошибаться. Но вот именно на этом курсе, вы здесь можете видеть меня, мы делали спутник. Мы делали настоящий спутник. Мы, конечно, он не был прям настоящим, но нам предъявили требования. То есть он должен был укладываться в размеры, он должен был иметь свой источник питания, у него должны были быть расположены специальные датчики, он должен был поддерживать температуру, и потом мы его запускали в атмосферу на специальном полоте. Это что-то типа Купсата? Да, это был Купсат. Это был настоящий Купсат. Но как, он не совсем настоящий. В теории, мне кажется, сколько я помню, он должен был еще, Купсат должен проходить кучу других требований, и мы не проходили требования по виброустойчивости и прочему. Но это был Купсат в плане того, что он четко помещался в один Ю размер. То есть, или, по-моему, больше, чем в Ю, уже никакие там параметры у нас были. Но да, он, по-моему, в один или там полтора Ю он точно помещался. И мы, соответственно, запускали его на вот таком вот воздушном шарике стратосферном вверх, глубоко, точнее, глубоко, далеко-далеко-далеко к небесам. У нас даже была камера, которая записывала, как он летел, мы потом сделали очень классное видео. К сожалению, смог его найти, оно находилось на Google Drive одного моего знакомого, и он, к сожалению, его оттуда дарил. И потом он, соответственно, приземлился с помощью парашютной системы, и мы его ходили, ловили. Это тоже был отдельный интересный экспириенс, как мы, не знаю, зимой по лесам Подмосковья, подмосковья, по-моему, Владимирская область, мы ходили, искали его с помощью GPS-трекера, и мы нашли, сколько было радости, когда мы его нашли, увидели, что он работает. Это была отдельная радость, что мы боялись, что он упадет и сломается. Он не сломался, он все перенес. Он работал до последнего, у нас был специальный светодиодик выведен, который показывал, что он работал. Как мы его потом, с какой нежностью мы его вскрывали, доставали из него информацию. Мы прям, у нас, мы, по-моему, единственная команда со всех, там было много команд, которая добилась всех условий миссии. То есть, у кого-то не получилось нормально запустить, кто-то не успевал нормально имплементировать датчики, кто-то не успевал получить с них информацию, у кого-то отказалась от системы питания. Это было многое проблемы. Ну, там суть была курса не в том, чтобы выполнить миссию. Это было приятное дополнение. Но выполнили все возможные пределы. Мы доказали, что мы провели испытания, мы получили информацию, мы проанализировали эту информацию, и мы предоставили даже информацию, сказать, что вот, пожалуйста, ваши датчики работают так-то-так-то, при таких условиях они перестают работать, но вот таком вот, например, границ температуры, они работают нормально, выдают такое напряжение. Это были, по-моему, прототипы солнечных батарей малого размера. Да, вот они, вы можете видеть, например, фотографии, где, соответственно, видно мою руку и моего друга Дениса Галаганова, моего коллегу, который, соответственно, мы сейчас пытаемся с ним упаковать все это в кубик из пенополистирола специального. Вот, и, ну, опять же, там, вопрос того, как делать корпус, это мы делали все сами. Об этом курсе мы будем рассказывать сейчас сами, это очень интересный экспириенс, но он мне очень многое объяснил. Как работать в команде, как устроены многие вещи, как организовывать и планировать деятельность. Ну, и многие-многие вещи, это было великолепно. И практически каждый мой курс, который я проходил в скотехе, который был связан с космической индустрией, был очень важен в этом плане, потому что он меня обогащал опытом, как именно делаются эти вещи. То есть, потому что космос — это прям авангард и острие, наверное, на электронике, механике, потому что, ну, вы не можете полезть, не знаю, если вы сделали какую-нибудь вещь на Земле, вы такие, ну, хорошо, она не сработала, отключаем ее, давайте пойдем проверим, что с ней не так. В космосе это не работает, вы запустили, все, он там болтается, сколько он там должен был болтаться, год, два, десять, он будет там болтаться. И вы должны сделать его максимально надежным. Вот, а если даже он поломается, вы должны испытывать, продумать способ, как это реализовать, как его поправить, как это пофиксить, как это сделать. И вот это вот, то, что ты постоянно продумываешь, а что если, а если пойдет все не так, что должен сделать, это очень сильно тебе помогает в дальнейшем, в восприятии многих проблем. И восприятие реальность, на самом деле, потому что ты понимаешь, многие, как думают некоторые люди, как думают некоторые команды, почему они думают так или не иначе. Ну, собственно, про опыт, если опять же у вас будет, наверное, сессия вопроса, вот это, вы скажите, я вам очень много могу сказать про это. Но вот для меня лично этот опыт был очень важный. Деньги. Деньги – это вопрос очень интересный и полезный. На самом деле, вот это такое вот мое уже понимание индустрии, сейчас есть две основные сферы, которые могут приносить большие деньги в космосе. Первое – это дистанционное зондирование Земли, по-английски это remote sensing, то есть это анализ карт, это анализ изображений, это получение этих изображений. И от анализа, тут мы забегаем немного вперед, и я скажу вам, что тут очень важен data science. Вот сейчас вот data science и дистанционное зондирование Земли, вот эти получения спутниковых снимков, это две неразрывно связанных нити, которые идут вместе, потому что можно сделать очень-очень многое. Насколько я помню, у нас было как минимум три тезиса, которые были посвящены анализу спутниковых снимков с помощью нейронных сетей. Пытались предугадывать пожары, пытались предугадывать нерест рыбы. У меня вот мой знакомый, он сейчас занимается этим на коммерческой основе, он сделал нейронную сеть, которая с помощью спутниковых снимков высокого разрешения может анализировать, какое количество рыбы пойдет на нерест. И, соответственно, из этого уже можно будет делать прогноз для рыбаков, для экологов и так далее и тому подобное. Это на самом деле большой серьезный рынок, это большие серьезные деньги. И это прикольно. И вторая проблема, она куда более, я бы сказал, тяжелого достижения, потому что она требует такого серьезного образования и прям погружения, это коммуникация, связь. Связь в космосе — это большие деньги. Это очень большие деньги. Старлинг Илона Маска, британский OneWeb, российский, до сих пор совсем непонятный, хотя я и работал над ним, OneWeb, господи, конец или сфера, у него даже название нормального не определено. Это большие деньги, это большой рынок. Причем, вот опять же, не нужно думать, что Илона Маска, он такой вот доброжелательный дяденька, который хочет всех обеспечить интернетом. Нет, он просядет свои конкретные цели, он хочет накопить деньги на свои проекты, ну и желательно самому не обеднеть. Это будет иметь большие деньги в дальнейшем. Но вот сейчас вот на этой картинке это мы с другом скалзехи называем это авоськой. Как бы все орбиты, схема всех орбит на эту авоську так примерно будет выглядеть покрытие, полноценное покрытие Старлинком Илона Маска. Это тоже большие деньги. Вы мне спросите, можно ли получить большие деньги в других местах? Да, можно. Есть много компаний, которые занимаются попутными вещами. Например, ну, тот же Илон Маск занимается запуском ракет, но он не считает это основной модель своего бизнеса. То есть ракеты, это хорошо, это классно, но это все-таки далеко не всегда то, что будет приносить вам самое большое количество денег и там требуется огромное количество сил и усилий. Образование наука, да, тоже верно, есть компании, которые зарабатывают на этом, но это тоже их не основной фокус. То есть, например, российская компания Спутникс, которая делает образовательные всякие программы, делает киты для сбора для сбора спутников школьниками, студентами, они имеют свои деньги, но опять же, насколько я понимаю, поскольку я работал с людьми, которые работали там, это их не основной фокус, они все-таки занимаются производством космического оборудования для связи, для спутников самих и так далее. Вот, собственно, и все. И вот, опять же, вопрос, как попасть в космос? Я сразу, наверное, сделаю вещь, за которую меня, возможно, выгонят из страны и не пустят в Россию, но не идите, пожалуйста, в национальные компании. Если вам дорога жизнь и рассудок, не идите в ней, не идите в Роскосмос, не идите в Хасовер, в Хасовер и Сапары, поверьте там, нечего делать. Особенно в Хасовер и Сапары, просто потому, что у нас очень маленький рынок, у них, просто зайдите на их сайт, посмотрите, как они выкладывают вакансии, какие у них требования, какой-то непрозрачный процесс. Нет, ребят, вам не нужно дойти. Даже если вы туда попадете, что очень сложно, дело же там не в какой-то коррупции, я ни в коем случае не хочу сказать, что это какая-то коррупция, я не знаю, но это очень непрозрачные организации, очень сильно забюрократизированные, в которых, на самом деле, ничего особенного не происходит. Поэтому тут, если вы опять же молоды, если вам охота что-то делать, то пожалуйста. Сейчас быстро открывай мне чат, на котором есть вопросы. А вы там только учились, еще где-то работали. Я учился в Скалтехе, я работал в космическом центре Скалтеха, по идее, вот у меня скоро должен закончиться контракт с нем, я работал на Хэрей. Я также подрабатывал в Лорейт, это такая инженерная компания, космическая, это такая компания, которая пытается заниматься космическим консалтингом. И у них это неплохо получается, скажу я вам. И еще, конечно, я взаимодействовал с ребятами из спутникса, потому что у меня тезис был связан с ними. Так что, ну скажем так, у меня есть определенный опыт, я прям лично не работал, но тем не менее. Так, какие-то вопросы можете задать, пока я сейчас пытаюсь вспомнить, что вообще происходит. Так что, так, 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 сейчас, погодите-ка, все, внимание. Да, о чем я говорил? Возвращаемся к тому, что я говорил. Есть огромное количество компаний, которые вас примут с открытыми руками, где не будет таких проблем. Это Лорет, например, в России, это Сканекс, это Спутникс, и вот это Айсис, вы, наверное, сразу подумали, что, господи, он рекламирует исламское государство, которое запрещено, где только можно нельзя. Нет, это просто компания выбрала не самые лучшие имени для себя. Это Innovative Solutions in Space, это одна из передовых европейских компаний, которая занимается производством оборудования для спутников и их связи. Я до сих пор дико угораю с их названия, честно говоря. У моего знакомого, который проходил там практику, есть кружка оттуда, и я каждый раз прихожу и в шутку называю террористом. Миша, если ты это слышишь, привет тебе. Ну да, компания, кстати, на самом деле передовая. Стоит ли идти в Скалтех? О, вот сейчас вот мы об эту тему поговорим. На эту тему еще поговорим, чуть попозже. Так что вот, это вот такой вот мой совет, ребят, не идите в государственные компании, пожалуйста, не надо, идите лучше в частные. Ну, давайте теперь пойдем дальше. Что, собственно, можно... Так, у меня немножко подзавис компьютер. Не, надеюсь, он... А, все, стоп, стоп, стоп. Итак, в общем, все, о чем я говорил, можно уместить... Да, елки-палки. Можно уместить в этих пяти пунктах. На самом деле у меня будет стало такое заключение в пяти пунктах, потому что у меня, не знаю, подобие ОКР, мне нравится, чтобы было какое-то заключение в пунктах. Сейчас идет эра New Space, меньше государственного, больше частного. Поверьте, вот опять, что я о чем я говорил, весь следующий слайд об этом. Вам не обязательно идти в государственные компании, чтобы получить хороший экспириенс в космосе, космической индустрии. Есть огромное количество компаний, даже, насколько я знаю, в Казахстане есть компании, которые пытаются заниматься космосом, или группы даже людей, которые пытаются заниматься космосом. Недавно со мной на связь входил один студент, он хотел собрать группу для того, чтобы сделать кубсатры. То есть кубические спутники, это самые типовые модели, так что вы можете этим заниматься, в принципе, и в свободное время. Второе частое заблуждение. Люди думают, что космосу нужен только какие-то, не знаю, аэромеханика, инженерс, или кто-то еще, механики, все. Нет. Космосу нужен огромный спектр разных специальностей, от электронщиков до технических писателей, от дата-аналитиков до маркетологов. Это тоже, на самом деле, важный спектр. И если вы прям хотите, что вот как-то быть ввязаны в этом, не обязательно думать, что там, ну, все, я там не закончил условный миссис, я не закончил условный, еще один какой-нибудь там университет, посвященный механике, все, все кончено, нет открытой дороги. Нет, нет, абсолютно нет. Особенно если вы электронщик, вам вообще прямая дорога, потому что электронщиков в целом в космосе не так уж много, а не нужно. Самые доходные сферы космоса это ремонт сенсинг, дезинфицирование, дезинфицирование, земли и связь. Потом идет наука образования, создательные средства доставки и прочее. это мы, в принципе, обсуждали. И четвертое. у меня в чате пишут, что наконец-то внук появился Кубсат Клаб. И если это правда, я очень рад, потому что давно пора. Кубсаты, создание спутников, это великолепный способ получить вот такой вот околоинженерный, околотехнический опыт. Это неплохой опыт разработки, который будет, поверьте, мне нужен везде. Это хорошо систематизирует ваше мышление, это учит вас работать в команде, это учит вас думать на несколько шагов вперед. И это реально великолепно. Реально. Я очень рад за нас, зарабатывать в университет. Конечно, хотелось бы пораньше, но появилось и появилось. Это классно. Но, кстати, многие университеты, насколько я знаю, в Казахстане тоже заинтересованы этой идеей. В России это давно уже. По-моему, ФТИ запустил уже три или четыре спутника. Миссис тоже думает над этим. Так что в России эту тему очень-очень актуальна. Они в этом плане нас опережают. К счастью, или, к сожалению, не было. И самое главное, ландшафт в космической индустрии меняется крайне стремительно. То есть, вот частое слово, которое вы будете часто видеть во всех вещах, это COTS. Commercial on the shelf product. То есть, когда вы не делаете, условно говоря, какие-то транзисторы для космоса, а покупаете там простейшие транзисторы в ближайшем магазине, из них сделаете плату из простейших компонентов, потом просто сироги на вибростенде, и он его пройдет, потому что, на самом деле, сделать виброустойчивый спутник задача, я не могу сказать, что простейшая, но не самая сложная, на самом деле. И поэтому здесь нужны люди разных компетенций и разного уровня компетенций. Не надо думать, что там, условно говоря, я перваш, я ничего не могу сделать для космоса. Нет? Нет, поверьте мне, нет. Очень много чего можно сделать. Хотя бы, например, разрабатывать модели, для этого нужно, не знаю, модели связи, ну, я как электронщик со своего программа говорю, можно, в принципе, обойтись условным первым курсом и знанием условного экселя, поверьте, это не так тяжело. Так, идем дальше. У меня немножко опять подзавископьютер. Ага, стоп, 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 какие к черту стартапы? Вот ты говорил про космос, а теперь стартапы. Причем не стартапы? Надо немножко объяснить свой опыт стартапа. Во-первых, я учился в самом Сколково, то есть Сколтех находится на территории Сколковского инновационного парка. И так иначе мы взаимодействуем друг с другом, мы помогаем друг другу, мы работаем над какими-то проектами и так далее и тому подобное. Кроме того, о чем я говорил, это изначальный фокус, ну, или хотя бы попытка этого фокуса на инновации, на то, что можно не только придумать какую-то идею, но и коммерсализовать ее, сделать ее viable, сделать ее живой, чтобы она приносила деньги, чтобы она запускалась там в заводы. Вот, кстати, вот эта фотография моих сокурсников, но они, правда, не из Асприса, это Александр и Марина. И, собственно, почему я вообще начал говорить о стартапах? Потому что первые три месяца, которые я провел в Сколтехе, у меня не было курсов, кроме инновационный воркшоп. Инновационный воркшоп это придумка на самом деле MIT, насколько я знаю, у них это очень-очень давно принято как некий нормальный способ погружения людей в эту стартап-культуру, в инновации, в Сколтехе, он только-только вот недавно появился. В чем суть? Вас расставляют в рандомные команды, людей разные компетенции, разные бэкграунды, разные все. Вас обвиняет только то, что вы первый год в Сколтехе. И вам дают задание. Ребят, у вас есть три месяца, придумайте стартап, защитите его перед людьми, которые, не знаю, обладают определенными деньгами, какие-то бизнес-ангелы. Ну или хотя бы там такой жюри, такой борт большой, который судит, насколько ваш стартап продуман, насколько он имеет смысл. И мы три месяца доблестно с моей командой превозмогали. И к чему в итоге пришли? То есть это на самом деле тоже интересная система. У нас была... Вот мой опыт со стартапом, сайденовичный воркшоп, был очень просто невероятно ценным. Не потому, что мы там как-то состоялись... Мы, к сожалению, в своей когорте мы не выбрали самое лучшее место, у нас было второе, но, ребят, нужно понимать, что там проводятся такие проверочные экзамены. На первых экзаменах мы получали отвратительный фидбэк. В чем была проблема? Мы выбрали идею, то есть мы не смогли придумать какую-то новую идею, мы такие, хорошо, давайте создадим что-то, что уже есть. И нам такая, давайте, нам предложили сделать, не знаю, условно говоря, макет какой-нибудь, автобусной установки, мы начали думать над этим, и нам все говорили, вот все борды, все люди, вы не сделаете это выгодно. Продавать что-то для муниципалитета где угодно, это очень тяжелая проблема. Даже в Америке, даже, не знаю, в Германии, потому что всегда городские муниципалитеты это очень тяжелые такие предприятия, бюрократизированные, объясните какую-то идею очень тяжело. Поэтому вы не выиграете. Мы говорили, нет, мы выиграем, и вот тут мы говорили, а как? То есть как что-то сделать это выгодно. И мы вот долго думали, как сделать вот эти наши остановки, а мы там продумывали, что у них будет обязательно там USB, зарядники, сушилки, я не знаю, погрев, все будет, они будут супер-мега-дизайн. Я очень долго их сделал в скетчапе, гугле, рисовал все возможные, как это может выглядеть, какие чертежи могут быть, там, какой-нибудь там, изучал курсы, там, не знаю, архитектура 101 за пять минут, чтобы я хоть что-то смог сделать не чудовищное. И в какой-то момент вот Ваня Максимов, его вы можете видеть на второй фотографии, этот милый юноша в очках, предложил простую во время нашего брейншторминга, но гениальную идею. Он сказал просто, ребят, а давайте сделаем таргетированную рекламу в реальной жизни и сделаем это как компонент наших остановок. Мы такие, а это неплохая идея. Мы думали о том, чтобы размещать рекламу и продавать место как некий эксклюзив, но это делало нашу рекламу куда более эксклюзивной, когда она таргетирована на реального человека. И тогда мы потом пришли к этому, а зачем нам остановка? Нам вообще ничего не нужно. Нам нужно только вот условно вот эти вот столбики, эти обелиски. Мы даже можем не их покупать, мы можем просто арендовать место, потому что нам нужно только место для камеры, небольшой платы, которая там, или компьютера, чтобы там, обрабатывать изображение. Идея максимально простая. У нас есть некий стенд рекламный, электронным экраном. К нему подключена камера, которая смотрит на людей, которые стоят на остановке и в состоянии узнать о них определенные данные. То есть она не хранит их, она просто получает эгрегированные данные. Например, на остановке стоит 5 человек, из них, допустим, 4 – это мужчины, возраст меньше такого-то. И, соответственно, уже здесь работа маркетологов была предугадать, какие товары будут наиболее выгодны предоставить, показать им, чтобы это оказало максимальный эффект. Если вкратце, ну, мы пытались, это выглядело для нас как-то вот так вот, то есть, допустим, она видит лица, такие, о, ну, это вроде пожилые мужчины, давайте продадим им это, это помоложе, давайте продадим им это, это человек похож, там, мы еще пытались видеть такие мерки, чтобы можно было видеть, там, человек геймер или нет. Если это мы, мы, конечно, были, наверное, теми еще сексистами, мы такие, но это девушке, им интересно, наверное, там, не знаю, условно, женские товары, там, макияж и прочее, мужчинам больше интересны игры. Но, опять же, нужно понимать, что это был просто как очень грубый, сурой прототип. То есть, мы, разумеется, не подразумевали ничего подобного. Наша основная задача была получить данные, мы продумали, как мы это сделаем, как мы сделали саму нейронку, очень простую, надо сказать, ее потом нужно было еще в дальнейшем допиливать, и мы продумали, как это будет выглядеть, как это будет инфраструктурно, концептуально выглядеть, что вообще нам нужно. Мы даже переводили переговоры с Яндексом, Яндекс, по-моему, так или иначе эту идею реализовывал сам, и они, в принципе, были не против с нами обсудить дополнительные вещи. Можно, кстати, я бы мог тогда устроиться в Яндекс, но я тогда решил, что, э, ладно, хватит. Я знаю, что, например, российская компания Russian Outdoors, точнее, Moscow Outdoors, по-моему, это одна из, одни из самых больших рекламных агентов в Москве, они были очень сильно заинтересованы в этой идее, потому что они прям очень активно с нами пытались, ну, не сотрудничать, но объяснять, как это работает. И это был реально классный опыт, потому что мы, по сути, за месяц до того, чтобы сдавать финальную, как бы, финальную презентацию, мы просто на 180 градусов меняем идею. От автобусных остановок до идеи бизнеса, которому, по сути, не требуется ничего. Мы можем пользоваться уже существующей инфраструктурой, просто встраивать в них свои, как бы, свои, там, хардварные части, софтверные у нас уже готовы. Это был невероятный опыт, на самом деле. И вот эти три месяца, на самом деле, для меня были очень важны. Я понял, что стартапы, это офигенно, на самом деле. И вот выводы, опять же, в моем ОКР, потому что заключение должно быть выводы. Идея может быть идиотской, но прибыльной. Почему я об этом говорю? Потому что многие идеи людям кажется, типа, ну, что это за ерунда. Но вот, например, мой хороший друг Роман, он победил из идей, которая, на первый взгляд, звучит очень... Он в своей когорте, там, все команды разбивались на когорты, на, так скажем, батче определенной. Не знаю, как их назвать. Комбинация команд. В своей комбинации он победил. Это, значит, очень... Ну, оно несерьезно. При том, что, на самом деле, я понял, что это реально классная идея, но у многих людей, они начинались там похитивать, типа, что это за идиотизм. У него, насколько я помню, была идея самоочищающейся щетки для пылесоса. И это реально классно, если подумать, потому что у него большой рынок, у нее достаточно большое количество возможностей для улучшения. Она достаточно простая для реализации, если ты знаешь, как это сделать. И у нее есть потенциал. Так что, вот эта вот идея, то, что я научил на то, что меня научил Скалтех, то, что идея может звучать идиотской, но она все равно будет прибыльной. Второе, то, что идея может быть гениальной, она может быть супер-мега важной, социально ответственной, но она не все, тебе не копейки. И вот это получилось с нашим проектом. Мы хотели придумать реально ваш социальный проект, но мы поняли, что в итоге, что мы его просто не продадим, никому это не интересно. К сожалению. Но такое бывает. Так что здесь нужно по возможности задать себе вопрос. А что мы с этого поимеем? Есть с этого реальный рынок? Третье, это то, что ты уже по Логе Бомпония позже придумал, патентуй. И желательно везде. Обязательно патентуй. Это очень важно. Интеллектуальные права это просто must have, ты обязан это иметь. И если у тебя реально офигенная идея, да не важно, это очень глупая идея, но ты чувствуешь в ней потенциал, патентуй. Ты никогда не знаешь, к чему это приведет. Сейчас, например, одна из самых больших проблем, которые сейчас происходят, один из самых больших патентных споров, это патентный спор на технологию CRISPR-CAS9 по редактированию генома клеток. Насколько я помню, до сих пор очень тяжелый и судебный тяжелый, потому что потенциальный рынок этой технологии гигантский. Он исчисляется, по-моему, триллионами долларов. И определить, кто в итоге, кому принадлежит первенство в создании этой технологии, кто имеет право стричить дивиденды, очень важно. И здесь важно, чтобы вы патентовали. Это в наших полисинах людям кажется, ну ладно, господи, ну подумаешь, не принципиально, не имеет значения. Но поверьте мне, даже местный локальный патент могут иметь значение, если ваша идея завоюет мировую известность. Это действительно так. Не надо думать, что мы там Казахстан, Россия, никому не интересны. На самом деле, очень много людей, которые делают интересные вещи. Никто, например, до определенного дня не мог писать, что стартап MCQRD в итоге выкупит Facebook за достаточно большое количество денег. Я не думаю, что эта компания она думала такая, все, ребят, завтра нам звонит Цукерберг и покупает наш стартап. Мы самые лучшие, не знаю, разработчики в Европе. Нет, никто так не думает. Я не знаю, ну что-то так думает, но я не знаю примеров, чтобы люди такие, все, мы нацеливаемся на то, что нас выкупят. Поэтому, ребят, патентуйте, патентуйте везде. Можете запатентовать в Европе, пожалуйста, делайте. Можете запатентовать в Казахстане, делайте. Это очень важно. Четвертое, в наших палестинах со стартапами сложно, но не безнадежно. Опять же, когда я говорю, что в наших палестинах, я поднимаю, конечно же, и Казахстан, и Россию. В Казахстане, наверное, все-таки сложнее. Именно инвестиционный венчерный капитализм настолько-только докатывается. Я очень рад, что у нас наконец-то появилась МФЦА и появилась куча компаний, которые пытаются быть такими вот, назовем их, бизнес-англами для других, которые проводят всякие кейс-компетишны и прочее. Так что, если у вас есть какая-то идея, не надо обязательно вкладывать ее на полку. Попробуйте запилиться в какой-нибудь кейс-компетишн, попробуйте. Опять же, в Сколково, например, проводят регулярно всевозможные питчи, всевозможные встречи людей, где они могут презентовать свою идею и получить деньги. Я даже знаю лично людей, которые получали существенные суммы и реализовывали свои идеи. Пятое – это перейти в ходе обсуждения от одной идеи к совершенно другой и нормально. Это, по сути, весь опыт нашей команды. Мы начали с одного, мы закончили с другим. Это нормально. Ничего страшного в этом нет. Потому что, в итоге, вы сделали продукт, который куда более ценный, важный, нужный, которым у нас реальные деньги, почему бы и нет. И вот шестой – это самый, наверное, грустный и горький, но правдивый тейст, что каждый может свой стартап. Но довести его до логического завершения, увы, не каждый. Наша команда решила не особо париться, потому что, ну, у нас не было, наверное, слишком большого бэкграунда. Ну, и в целом на ней было особо интересно. Мы были такие, знаете, больше люди от науки, больше интересовались исследованиями, какими-то вещами, и вот именно стартапам не довели. Ну, а сейчас я знаю, что Яндекс эту идею… Я не могу сказать, что они своровали, потому что идея, на самом деле, достаточно такая очевидная, но мне кажется, что если бы мы занялись этим проектом плотно, возможно, мы бы сейчас были не в Яндексе, который эту идею реализовывает, ну, или хотя бы мы попытались бы хотя бы это сделать. Яндекс эту идею с таргетированной рекламой в реальной жизни уже реализуют. И насколько я знаю, они не так иначе уже реализовали часть этих проектов, так что вот. Опять же, не нужно говорить, что там это хорошо или плохо, ну, это жизнь, у кого-то получается, у кого-то не получается. Но хотя бы попробовать этот свой стартап, мне кажется, можно, потому что это реально офигенный экспириенс. По сути, все, что тебя определяет как человека, как специалиста, это твой опыт, это вот тот багаж знаний, ощущений, восприятия реальности, который ты приобрел за время своей жизни. Это делает тебя крупным специалистом, да и просто приятным человеком, наверное, в разговоре. И именно опыт стартапа, опыт ведения бизнеса, опыт создания чего-то нового, мне кажется, это очень ценный опыт. И его я бы советовал получить каждому. Особенно сейчас, когда вот именно условия для получения становится все проще и проще. Вам не обязательно брать многомиллиардный кредит, чтобы попробовать организовать свои бизнесы. И так, дальше. Ну и последнее, Data Science. Так, сейчас мне когда-нибудь перещёлкнется, я надеюсь. Data Science. Data Science. Это больное словосочетание для меня, потому что я очень большой слоупок. Своё время... Я всегда, на самом деле, очень часто замечаю тренды тогда, когда они уже проходят. Но вот этот тренд, он будет развиваться дальше. Помните, я говорил вам про то, что приносит самые большие деньги в космосе. Это remote sensing, дистанцированное, дистанционное зонтирование Земли в космосе. Я уже заговорил страшно. Так вот, это то, что есть сейчас огромный рынок, который будет развиваться ещё достаточно долго. Что вы понимали, по-моему, в прошлом, позапрошлом году в Скалтех на специальные Data Science взяли порядка 20 человек. из них больше половины, что-то около 13 или 14, буквально за полгода до окончания Скалтеха отказались, забрали документы и ушли. Не потому, что им было сложно, не потому, что они не смогли сделать тезис. По очень простой причине. У них уже были хорошие рабочие места. Им уже их предлагали на вакансии, где стартовая позиция начиналась там от 200 тысяч рублей и выше. Я знаю, что синир, там, не знаю, люди, которые занимаются там, машин-лёрнингом, это, можно сказать, не ответвление, но сестра Data Science, скажем так, они могут получать спокойно до 400-500 тысяч рублей в месяц в Москве. Причем, я знаю это из первых рук, я знаю людей, которые в этой сфере работают, которые реально такие деньги получают, лично с ними знакомы. В Европе и в Америке появилась ситуация ничуть не хуже. Вот Data Science, машин-лёрнинг это те вещи, которые будут актуальны очень долгое время. Опять же, наш опыт со стартапом так или иначе вылился в то, что мы запилили нейронку, ну, не я, к чему уж нам грех отылить, а ниша, господи, Ваня, Ваня Максимов, человек, который сделал, по сути, предложил идею и реализовал ее. Так что это действительно золотое дно. Его стоит, не в плане, что дно, все ужасно, а в плане, что это дно с золотым песком, его стоит копать. И, опять же, Data Science это то, куда будет двигаться каждый рынок чем-то года 2-3. Почему я делаю такую оценку? Очень просто. Я вижу, какие предложения есть на рынке, я вижу, какой процент выпуска людей. Data Science только-только начинает осуществляться. Только-только-только. В Казахстане он скорее даже наоборот. Многие говорят, типа, вот, в Казахстане нечего делать Data Science. Нет, в Казахстане просто он пока еще не открылся. Он пока еще только-только в таком положении. Мы, вот опять же, на примере того, что зарабатывали в университете и Куксат-клуба, можно сказать, что мы рынок, который все докатывается с опозданием. До нас даже коронавирус докатился с опозданием, если вы помните. Сейчас, конечно, звучит как издевка, но буквально год назад или сколько это было, все-таки, когда же в Казахстане появляется коронавирус, его не было, не было. Так что, да, в этом плане мы всегда такой вот изолированный пузырек, который живет по своим правилам. Но, тем не менее, это еще будет, это будет развиваться впереди. Но, опять же, серьезные компании, вроде условной, BI-групп уже активно вербуют, хантят и нанимают дата-сайентистов, дата-аналитиков, и это будет длинить еще минимум. Но, если даже вы не хотите заниматься и не идти в Data Science, поверьте мне, знать хотя бы базовой основе статистики, математики, программирование это очень важно. Это невероятно важно. Не нужно думать, там, условно говоря, что я гуманитарий, мне это не нужно, я буду заниматься, там, не знаю, условным, там, полсимейкинг, соответственно, я никогда с этим не столкнусь. Нет, это важно, хотя бы потому, что, имея хотя бы простейший инструментарий, вы можете проверять свои гипотезы, можете проверять, то есть, там, есть ли какие-то проблем, существуют, может, проблем вообще не существуют, на самом деле. У меня мой знакомый хороший занимался, с, например, анализом водных ресурсов в Казахстане. И он достаточно много и упорно проверял все возможные тезисы, и вот он, например, мне рассказывал, что в Казахстане, в принципе, нет проблем с водой, если говорить прямо, есть проблемы с питьевой водой, это да, но именно водных ресурсов у нас очень много, то есть, как он объяснял, что, условно, бассейн Каспийского океана, море, прошу прощения, и даже, говорит, в Арале достаточно много воды, потому что Аральское море очень маленькое, но, тем не менее, ее там хватает, чтобы хотя бы ближайший район ее обеспечить питьевой водой в полном порядке. У нас просто нету нормальных способов опреснения воды. То есть, может быть, нужно задавать грамотные вопросы и реализовывать их. Для того, чтобы задавать грамотные вопросы, нужно хотя бы немного поднимать и разбираться. Для этого нужно знать хотя бы основы этого инструмента. Дата ставить это сложно. Я сам занимаюсь сейчас по возможности, пытаясь перейти в дата-аналитику, я не могу сказать, что я все понимаю с первого раза. Это при том, что я отучился сколько? Я учился 4 года на инженера на бакалавриате, 2 года магистратуры, еще 2 года магистратуры. У меня должен быть хороший наработанный математический запас инструментариющей, но даже мне сложно, поверьте. Но, тем не менее, это не должно вас останавливать. Это не значит, что это нельзя изучить, это нечто там, все ужас, каюк, никогда-никогда никто не поймет. Нет. Но я вполне уже только мое восприятие. Может быть, вы, ребята, скорее всего, моложе меня, у вас мозги, скорее всего, работают лучше, чем меня, так что... Если спросите, где это делать, учите курсы и места на Coursera, степики, можете, в принципе, на Udemy, по-моему, тоже что-то было. Но не бойтесь, опять же, копаться по формам. Есть очень много людей, которые могут объяснить вам вещи просто так, просто потому, что-то интересные, нравится помогать людям. На том же степике, насколько я знаю, подавляющее большинство курсов бесплатно. Условно, освоить питом, хотя бы в общих чертах, освоить там какой-нибудь, не знаю, SQL, можно вполне по самоучителям, по степику. Если вам Coursera, хороша тем, что она очень, зачастую курс на Coursera, чаще всего очень подробные, ну, если сравнивать с другими самоучителями. Но это не значит, что вам закрыта дорога, вы никогда не сможете попасть, не способ попасть в Data Science, только там, не знаю, Яндекс Практикум, который часто рекламируют, или Coursera. Нет, 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 это совершенно не так. Есть достаточно большое количество источников. Есть, например, опять же, даже базовые, например, базовые вещи по программированию, замечательный сайт LeadCode. Можете его как-нибудь загуглить, поискать. У них очень хорошие задачи на программирование, и, по-моему, у них начал появляться раздел про Data Science, Kaggle. Но Kaggle больше соревновательный, и в Kaggle нужно двигаться тогда, когда у вас уже определенный experience. Но там тоже есть задания, которые вы можете протестировать просто ради себя, сравнить ответы, так что это не супер, такая недостижимая мечта и цель. Поэтому я бы активно советовал вам, если хотя бы не двигаться в этом направлении, но хотя бы какой-то базовый уровень получить и знать, что это и для чего. Поверьте, лишним для вас не будет. Так, ну, наверное, на этом все, что я хотел пока сказать. Я так понимаю, что тут есть ряд вопросов. Вы можете писать их, можете задавать так. Давайте, наверное, отвечу на первый вопрос, который мне тут за... Стоит ли идти в Skaltech? Зависит, опять же, от того, и какая цель вообще идти в Skaltech. Я бы ответил так, что да, стоит. Skaltech, опять же, это классный experience. Опять же, сейчас, наверное, он не такой яркий, потому что все-таки пандемия, коронавирус, граница не закрыта, но сильно усложнен въезд, условно, в Россию, Москву. Но это классный experience. Это реально неплохой университет. Хотя бы, это полезно хотя бы потому, что вы побудете, ну, я так понимаю, что подряд, что большинство слушателей здесь, все они выходцы из Казахстана, вы будете в другой стране, вы поймете, опять же, Москва это город, который не обязательно любить, но хотя бы посетить, понять, посмотреть стоит. Они платят достаточно хорошую стипендию, на старте они платят 40 тысяч рублей. Это не очень много, будем честными, но, в принципе, если вы живете с друзьями, плюс они начинают делать сейчас общежитие, так что, потом, если вы будете хорошо учиться, у вас будет стипендия в 50-55 тысяч рублей, на эти деньги даже можно позвольте себе пошиковать. Плюс вы можете подработать. Москва это город, в котором очень просто подрабатывать, на самом деле. Особенно, если вы технарь, особенно, если у вас есть опыт, особенно, если вы хорошо разбираетесь, опять же, в том же самом дата-сайце. Так что, тут таких особенных проблем быть не должно. Вот, собственно, и все. Типа универа как, ну или хуже или лучше? Он не хуже или лучше. То есть, есть какие-то аспекты, в которых он хуже, на мой взгляд, но и аспекты, в которых он лучше. Например, большая проблема Назарбаевского университета, мне кажется, в том, и студентов, что люди выходят из Назарбаевского университета, и у них великолепный багаж академических знаний. Но у них никакого нет опыта в создании стартапа, например, это большая проблема, потому что, на самом деле, с стартапами вну никто не развивает. Я не говорю, что вну нет стартапов, они есть, конечно же, есть. Но это не повод говорить о том, что они не так сильно разные, как в Скалтехе. В чем, например, хуже Скалтех, как мне кажется, потому что Скалтех все-таки это одна магистратура, и это далеко не достаточно, вот мне кажется. Плюс, опять же, большая проблема Скалтеха в том, что, вот я не знаю почему, но есть какой-то очень серьезный дифференс в знании языка. Вну английский знают гораздо лучше. Но опять же, мне кажется, потому что за 4 года хочешь ты, не хочешь, но английский приходится выучить. А в Скалтехе 2 года, и зачастую я не могу сказать, что у людей там прям сильно много вариантов. Так, следующий вопрос. У вас кажется, много пешенов при работе на практике вознего языка? Чувствую, что что-то уже нудно, сложно, не пугает его? Нет, не пугает. На самом деле, я такой человек, что я вполне спокойно отношусь к тому, что в какой-то момент я скажу, как меня все задолбало, я хочу отсюда уйти, я займусь совершенно другим. И чему меня самое главное учил Скалтех, это то, что не надо этого бояться. Если ты такой человек, которому нравится менять места, ну, значит, ты такой человек, значит, ты должен менять по возможности места. Возможно, ты будешь терять зарплату, да, но не вся жизнь сводится к зарплате. Вот эту вещь, эту истину я понял очень хорошо, потому что у меня очень много примеров в жизни, где люди занимались очень серьезными и высокооплачиваемыми вещами, но просто свою жизнь проводили впустую. Они не получали удовольствия. То есть, ну, это рутина. Если вот просто в какой-то ментинрайзе ты говоришь, и подумаешь, что это не твое, и ты просто ходишь на работу, потому что тебе платят большие деньги, это такой, а зачем? И вот эта мысль, поверьте мне, когда у вас на счету, там, я не знаю, условно говоря, вы получаете на 600-700 тысяч, ну, может быть, там, не знаю, деньги в месяц, а они вас не радуют, и вы просто ходите на работу как на волынку, эта мысль рано или поздно насчет вас доканывать. Она будет доканывать даже сильнее, чем отсутствие денег, поверьте мне, потому что отсутствие денег это вещь все-таки временная. Если вы человек с руками, если вы человек там союстремленный, если у вас есть понимание, опыт, желание, это легко преодолеть. А вот эту вот скуку смертную, вот это вот восприятие, ты его никак не перешивешь. Ну, все, ну, перегорел, перелюбил, все. И можно попытаться пообманывать себя, позаигрывать себе вот эту вот сам совесть, совестью поиграть, покатать, не знаю, какое-то время, но рано или поздно у тебя доканут. Да. Что скажешь Internet of Things и Колтехи? Хорошее направление, я с ними пересекался. В курс в целом, я не проходил, не брал у них курсы, но, насколько я знаю, у них достаточно интересные проекты. Я, кстати, не забыл имя профессора, который является главой департамента IT в Скалтехе. Вот, там у них есть свой Information Systems по-моему, департамент. Вот. Но, ну, он хороший. Да. Мне кажется, как минимум, не хуже нашего ассоциации. Можно в чем-то сложнее, потому что все-таки магистратура, если у вас нет у кого-то багажа знаний, ему будет тяжело, но в целом достаточно серьезный. Неплохой. Хочется проверить на себе. Ну, я так понимаю, это относится к вопросу, ну, что у тебя куча денег. Я честно скажу, что у меня такого восприятия не было, я скорее такой бессеребряник в плане того, что, ну, не понравилось, не понравилось, ну, и ладно, ну, и пошел дальше. Но у меня много, ну, как минимум, двое-трое моих знакомых реально испытывали это ощущение, что ты живешь, вроде все классно, тебе не нравится. Ну, вот, пожалуйста, вот человек, который, по сути, мой коллега Макжан, он, в принципе, об этом рассказывал в своих причинах, почему надо шли уехать из Сингапура. Хотя, казалось бы, у него было хорошее место, трудоустройство, перспективы, но в определенный момент начинает тебя заедать. То есть, с этим сложно бороться, то есть, понятно, что безденежье это плохо, я никому не желаю напиши безденежье, это реально такая вещь, но, опять же, с безденежьем можно и нужно бороться, это вещь, которая устраняется куда проще, чем скука, чем вот эта вот депрессия от того, что ты занимаешься непонятно чем. Вот это я знаю точно. Слава Богу, ни на своем опыте я до такого не доводил, но на опыте своих знакомых я точно это видел, что вот это восприятие, когда ты приходишь на работу и не понимаешь, а ты чего, в чем смысл, какое удовольствие от этого получаю, это такое. Самый лучший мейджор в Скалтехе? Ну, конечно же, космические инженерные системы. Ладно, ладно, шучу. Опять же, видите, вопрос здесь от того, что считать в лучшем. То есть, если вы хотите говорить о том, что вы будете получать условно много денег, я скажу вам, что это ДС. Датасайс в Скалтехе тяжелый, там недалеко не все выживают. Попасть в ДС в Скалтехе, мне кажется, сложнее всего. Но это реально. Прошу прощения, это реально самый такой вот денежный, финансово обеспеченный мейджор. Если вам интересно попробовать все и сразу понять, как устроен этот загадочный мир космоса, конечно же, я вам скажу, что это космический инженерный систем. Конечно же, ребят. Ну и там АМТ, Advanced Manufacturing Technologies, и по-моему, там у Information Systems тоже есть пресечение с нами. Если вам интересна именно такая серьезная академическая деятельность, то слушайте, вот тут наверное какая-нибудь, ну опять же, видите, зависит от бэкграунда, но насколько я помню, самым большим количеством публикаций и по их качеству проблем не было у биоинформатиков и биологов в Скалтехе. Там прям наука наук, там прям очень интересно. Ну опять же, если у вас есть бэкграунд, потому что попасть туда, опять же, не имея знаменных зданий, биологии практически нереально. Но вот все-таки я бы, вот если бы я мог, я бы все-таки пошел на Data Science, просто потому что, опять же, ну видите, мне это поле тоже интересно, я иду туда не потому что я хочу много денег, а потому что мне в целом интересно как это устроить. Data Science или IT, что лучше выбрать, если бэкграунд другой? Мне кажется, если бэкграунд совершенно другой, проще будет войти в какую-нибудь Data Analytics, а потом уже оттуда уже в такой хардкорный Data Science, потому что IoT все-таки требует ну какого-никакого, но инженерного бэкграунда. Data Science, условно, я всегда угораю над этим высказывать, но мне нравится, что люди не понимают Data Science, они думают, что это только ARP. В теории Data Science это аналитика, можно заниматься и в Excel. Это правда, это реально правда. То есть, статистики скорее всего у вас присутствуют, а вот знания по физике и там инженерным всяким отраслям, которые требуются в IoT, не факт, не факт, то есть хотя бы на базовый уровень. Так что мне кажется, что порог вхождения в Data Science все-таки будет пониже, чем в IoT. Но это опять что-то мое личное восприятие. Я как просто IoT-то занимался в основном как практик-технарь, я не сколько программировал, сколько делал ручками всяких адвокатных схем. Сложно ли в рашке с перспективой людей? Казахов-Чмарят? Ну, во-первых, я бы не стал использовать рогативное выражение рашка, хотя потому, что рашка это древнесердское княжество. Я сейчас не угораю, действительно было такое древнесердское княжество. Вот. Во-вторых, с перспективой людей. Ну, нужно понимать, что есть, по сути, Москва и Питер, а есть Россия. Это правда. Между ними огромная разница. По сути, Москва и Питер это два отдельных европейских государства, а Россия это вот Россия, она очень разная. Москва вообще отдельное государство, на самом деле. И по, там даже законодательство другое было на некоторых вопросах, и по уровню развития, и по многим другим вопросам. Так что, если говорить, например, условно про Москву и Питер, мне кажется, что в Москве и Питер перспективы получше, чем, например, в условной Астане. Хотя, потому что это огромный гигантский рынок. Ну, давайте определимся. Насколько я помню, в московской агломерации, то есть, в московской области и прочее, в ней проживает что-то около, по-моему, ну, в Москве, по-моему, порядка 14 миллионов человек, а в московской агломерации что-то около 20 миллионов. То есть, прикиньте, в одну область впихнули все население Казахстана. Понятное дело, что там огромный рынок, там огромное количество компаний, там огромное количество, там дичайший уровень конкуренции, там огромные деньги. И поэтому, вот именно с точки зрения профессиональной перспективы развития все-таки что BCG до недавнего времени существовало в Казахстане Boston Consulting Group, сейчас они существуют, потому что рынок слишком маленький, они ушли из Казахстана. Они спокойно существуют в Москве до сих пор, ничего не поменялось. Огромное количество компаний имеет свое представительство не в Алмате, а в Астане, к сожалению, а в Москве. По одной простой причине, Москва это огромный бизнес-центр и прочее. Казахов Чмарян. Слушайте, pardon, я тут прошу прощения. Казахов Чмарян. Ну, слушайте, я не сталкивался, давайте объясню, чтобы не было честно, у вас будут проблемы со снятием квартиры. И это я вам гарантирую. Многие молодые смеются, они думают, что там, типа, квартира для славян это шутка, это не шутка. Я много раз сталкивался с тем, что, а, Руслан Конурбаев, нет, снятие квартиры для снятия. Все, разговоры кончен. Иногда это можно переубедить, иногда это нельзя. Будут ли вас, условно говоря, бить на улице? там, суперсуровый район, там, условных скинхедов в России это уже больше миф, чем нечто существующее. Скинхеды в России исчезли как класс. Бытовой ксенофобии и шовинизма в России хватает. Я не спорю с этим абсолютно. Очень много людей, которые вот там, поехали. Ну, для них, понимаете, все едино, что карганы, узбеки, таджики, что казахи, что прочее. То есть, у них никакой рейтинг цикл. Они это не смотрят на это. Такие люди будут сталкиваться, безусловно. Но, опять же, нужно понимать, что вы попадаете в среду, которая более такая вот интеллектуальная. Вы попадаете все-таки не абы куда, а в университет. И там таких людей, если будет укладывающее начинство. Вот. Чемориад. Но, опять же, нужно понимать, что у многих, опять же, очень много выпускников того же, на зарабатывается университета, учится, живет и работает в Москве. И очень много выпускников вообще, такая вот талантливая молодежь, едет в том числе и в Москву, потому что это близко к родине, это большие деньги, это перспективы роста. И поэтому, именно вот о казахах в Москве, ну, если так, мне кажется, больше такой благоприятный образ. То есть, типа, ну, ребята приезжают, учатся, ничего такого, проблем какой-то там, интеграции не происходит, они там не пьют морды, не торгуют наркотой, ничего не занимаются. ну, вот, самое главное опасение москвичей по поводу иммигрантов, то какие, они вот такие, мы им не соответствуем. То есть, ситуация двойственная, сказать, что у вас там будут бить на улице. Сложно ли быть казахом в стартап-сфере? Слушайте, ну, опять же, стартап-сфера, я, опять же, я там не был только вот, всего ничего. Не могу сказать, что у меня даже стартап-то не было, чего уж там, я никогда не претендовал на это. Мне кажется, нет. Мне кажется, проблема не в том, что сложно быть казахом в стартап-сфере, просто большая проблема именно, сложно быть казахом в стартап-сфере, потому что стартапы толком не развиты. Потому что ты приезжаешь, все-таки у нас бы граунда маловато. Если какие-нибудь, университ у нас только-только начинает создавать свои там парки, высоких технологий, вот это все, в Москве это реализовано было бы сильно пораньше. И люди приходят и такие, оу, есть что-то. Есть и направление artificial intelligence в скалтех. Слушайте, по-моему, что-то у дейсеров подобное было. Вот там нужно искать по профессорам, потому что я не помню точно, но оно, по-моему, было. Да, там точно что-то должно было быть, могли упустить. Так что, тут нужно уже смотреть реально по профессорам и прочее. Тут же опять же нужно понимать, что я выпустил из скалтеха, ну, формально говоря, полгода назад. И может быть, что-то изменилось из этого. Потому что скалтеха все-таки пытается развиваться, не вербует. Так что, ну, смотреть. Я знаю, что есть точно работа техника, есть связь, есть IT, есть IoT, есть machine learning, это точно биоинформатика. Но, опять же, это то, что так еще входило в сферу моих, ну, не интересов, но сферу либо моих интересов, либо интересов мои знакомых. Вот. Так что, так что, вот, да. Тут нужно уже смотреть на сайте по профессорам, что у них там есть среди ДЭС. Ну, собственно, это для любого университета работает. Вы просто открываете страничку, ищите людей, профессоров, чем они занимаются, ищите их на публикации. И такие, о, а это мне интересно. Есть ли возможность по академии поехать в MIT? Слушайте, да, есть. Я знаю как минимум двоих людей из своего потока, которые поехали в MIT. Вот. Часто приезжают люди так или иначе связаны с MIT. Я все время делал, работал над ресерчем у профессора, который окончил MIT, Александр Галкар. Но мы, к сожалению, немножко не сошлись с интересом, и я в итоге от него ушел. Не могу сказать, что сильно жалею. Он, не было там какой-то резентимента, расставания, и мы разошлись. Но так или иначе, да. Если вы хотите поехать в MIT, да, без проблем, в Европу тоже без проблем. У нас есть академик мобилити в Скалтехе очень сильно разный. Мне кажется, если они ничего не взрываются на этой сети. Скалтех или средний вуз в Штатах или Европе? Слушайте, зависит от того, какая ваша цель. Опять же, есть большое преимущество Скалтеха в том, что, во-первых, вы в более-менее понятной культурной среде. Скорее всего, вы так иначе понимаете русский язык, так что у вас не должно быть проблем с кем-то условной интеграцией в культурное сообщество и прочее. Второе, то что, не знаю, что-нибудь дома, вы садитесь на самолет, буквально 6 часов в дом. Все. Возможно ли это в Штатах и Европе нет? Насколько это важно сейчас? Ну, наверное, сейчас это важно. Сейчас это большая проблема. У меня много знакомых, у которых так иначе были проблемы в семье из-за пандемии, и которые чисто физически не могли никак выехать и вернуться домой. Потому что в Россию-то вы можете просто сухопутно границы пресечь без проблем. Я так вернулся. А со Штатами так не работает. И это очень тяжело сделать. Если вас интересует больше карьерный рост, ну, вот именно карьера роста и прочее, все-таки, мне кажется, в Средний ВУЗ в Штатах и Европе все-таки в силу того, что, скорее всего, он живет дольше, у него более такая налаженная репутация, он, наверное, будет лучше. Но, опять же, нужно смотреть в частностях не во всех отраслях. Все-таки, вот, опять же, ДС, вообще математическая школа в России, а ДС, сильно завязана на понимании математики, она одна из лучших в мире. И, наверное, вот если вы идете на ДС, я не думаю, что в условном ВУЗе Штатах будет сильно лучше, честно. Я не уверен. Насколько студент должен быть хорош? Ну, слушайте, проявляйте себя. Это же, опять же, вопрос не в том, даже сколько вы хороши, а в том, насколько совпадают сферы ваших интересов. Ну, вот, например, я говорил про себя или господина Галкара, у нас просто не сошлись сферы интересов. У него хороший кисерочек, он сам меня позвал к себе. я его, скажем так, заинтересовал во время экзамена, он сидел, принимал у нас ответы, и ему понравилось, как я отвечал, он мне предложил поработать. Но мы не сошлись просто вот по тому, чем я хочу, с чем я хочу заниматься. Это, опять же, абсолютно нормальная ситуация. Нужно думать, что такая трагедия, лиза, лиза, нет, просто так иногда бывает. Но, конечно, всегда пытайтесь привести себя самому лучшему образу. Старайтесь хорошо учиться. Опять же, мне кажется, что по сравнению с НУС, мы со многими вещами, вы знаете, все академические единицы на английском, это гигантское преимущество, поверьте, не все, не все россияне этим обладают. И вот это, мне кажется, сокровище в Азербайджанской институте, то, что, если ты выходишь в Азербайджанской институте, ты уже прошел огонь, воду, медные трубы, там, не знаю, ночевал в Райкинг-центре, и у тебя был, не знаю, фаунд, где тебе объясняли принципы академического письма, и ты писал пейперы, так что тебе в этом плане, скорее всего, будет попроще, чем у словно выпускнику MIT, о, господи, MIT, что я несу, МФТИ, МИСИС, там, не знаю, ГУ или прочее. Так что, конечно, старайте всегда, но тебе, мне кажется, будет проще. Ну, вот, если так вот как-то суммировать. Так, давайте начнем с одной демонстрацией. Если у вас еще какие-то вопросы, задавайте, спрашивайте, потому что можете озвучить их, как вам удобно будет. Вот. Ахмед Большой. Да, вам спасибо большое за вещи. Благодарю за информацию. Ага. Если, опять же, нужно будет что-то еще, в принципе, вы можете меня найти в ВКонтакте, я думаю, скорее всего, большинство уже знает, где меня искать, потому что так или иначе, я на всякий случай скинул мой ВК в чат. Вы также мне можете попробовать найти, по-моему, так, давайте я так сделаю. Я, наверное, скинулся в ВК. Пожалуйста. В ВК я отвечаю не сразу, потому что у меня еще там есть куча своих вещей, я работаю и прочее. Но, тем не менее, все будет интересно, можете спросить. Вот. А если, опять же, я не смогу ответить на ваш вопрос, я хотя бы найду людей, которые смогут или хотя бы попробуют ответить на ваш вопрос и уже перенаправлю к ним, и уже с этим вы разберетесь. вот, собственно, и все, что хотелось бы мне сказать. Пробуйте, ребят, не надо ничего бояться. Это вещь, которую точно я понял, потому что я точно так же думал вообще, типа, зачем я до Скалтех, что я там забыл, казах в Москве, что там со мной будет. Нет, многие вещи не так далеко страшны. Главное, попробовать себя в этом все. И, на самом деле, вот если вы хотите прям поступить в Скалтех, это не самый плохой университет. Наверное, не самый лучший. Я много могу вам сказать о минусах Скалтех, поверьте, я просто работал и знаю очень много чего. Но, мне кажется, среди известных российских университетов мне это один из лучших, если не лучших, по своему порядку, по совокупности признаков. Вот, собственно. Еще что я хотел сказать. Да, в принципе, все. Подписывайтесь на мои подкасты, да, это так, при открытых рекламе, если вам интересно. Задавайте вопросы, ну и, наверное, если у меня больше вопросов, то все, пожалуй, на этом. Спасибо большое, Руслан, что вы согласились провести лекцию. Запись, если вы, кто-то из зрителей захочет, будет доступна в ближайшем времени. И спасибо всем, кто пришел и слушал сегодня. Все, ребят, всем спасибо, всем пока. Пока.